Всем привет! Близится презентация eFootball 2022 на выставке Gamescom, и перед ней Konami решила сделать парочку подгонов для своих поклонников. Первый из них объявление об очень странном сотрудничестве с представителями МЛС, а второй новое большое интервью от продюсера серии Seitaro Kimura. И если движ с МЛС выглядит очень странным и бредовым, то в интервью Kimura наконец-то появилось немного света в конце тоннеля для поклонников серии. Обо всем этом поговорим подробнее в этом видео. А уже на этой неделе нас ожидает дебют Лео Мести за PSG в выездном поединке против Реймса. Сможет ли он сходу забить в первом матче за новый клуб? Букмекеры дают на это событие коэффициент 1.4. И у наших партнеров OneX есть подгончик для вас, друзья. Верифицируй свой аккаунт на сайте компании, вводи промокод KiberBall и получай 6500 рублей бонуса за первый депозит. Выбирай своих победителей на OneX. Ссылка и промокод ждут тебя в комментариях. Итак, начнем с очень странной презентации от Konami о новом сотрудничестве с МЛС. Если раньше японцы ввели тактику выхватывания лицензию топ-команды добавления их в серию, то теперь дело дошло до отдельных лицензий на футболистов. И для презентации столь яркого в кавычках события, как лицензия на 11 игроков из МЛС, японцы даже выкатили специальный трейлер и разместили его на своем канале в Ютубе. Трейлер представляет собой кадры со сканирования внешности этих футболистов. И в пресс-релизе Konami отрапортовала о том, что ей удалось заполучить права на 11 лучших футболистов МЛС, которые теперь будут амбассадорами игры. Это Эфраин Альварес, Эдуарда Туэста, Кейден Кларк, Кейт Коуэлл, Джонатан Дос Сантос, Хесус Феррейра, Тони Леоне, Джозеф Мартинес, Андерс Переа, Кристиан Ролдан и Эферсон Сотельдо. А само МЛС в игре не объявлено, и вряд ли это произойдет, так как у лиги эксклюзив с EA. По слухам, есть два варианта развития событий. Это появление МЛС с вымышленными названиями клубов и эмблемами, но реальными игроками. Второй – просто наличие футболистов из американской лиги в качестве свободных агентов в одиночных режимах и в Майклаб. В общем, если таким анонсом создатели и футбол планировали кого-то удивить и привлечь внимание болельщиков к своей игре, то вряд ли у них это получилось. Но более интересной информацией к размышлению подсыпал продюсер серии и футбол Сейтаро Кимура. Например, японец объявил о том, что новая мастер-лига после ее запуска в игре появится и на мобильных устройствах, чего ранее в истории мобильных версий футсимов не было. Именно это, по словам продюсера, является причиной тому, что режим появится лишь на старте следующего года. Сейчас ведутся работы над тем, чтобы привести новую мастер-лигу к такому виду, в котором удобно будет рубиться в нее на мобильных устройствах. И сейчас в ней якобы пытаются изменить абсолютно все. Кимура вновь напомнил, что этот режим появится в виде платного DLC. А значит, Konami приготовила для себя неплохой плацдарм для заработка, так как в этом же интервью представитель и футбола говорился о том, что число загрузок мобильной версии игры превысило 400 миллионов. Также Кимура снова много времени в интервью уделил киберспорту, с которым он, напомним, даже связывал переименование серии. По мнению разработчиков, условная бесплатность игры и футбол позволит дать толчок развитию киберспорта и приведет в игру очень много новых геймеров, часть из которых впоследствии сможет себя попробовать и на киберспортивном поприще. Konami греет идея того, что благодаря кроссплатформенности они смогут проводить глобальные соревнования между всеми игроками, а не разделять их в зависимости от используемых консолей. Продюсер серии честно признался, что после презентации первых анонсов игры, которая приходит на смену PES, он получил целый шквал негативных реакций от поклонников серии. Но в то же время было и много слов поддержки от пользователей, которые считают революцию в серии предвестником чего-то хорошего. Кимура заявил, что несмотря на то, что в сети ходит информация о необходимости доплаты за каждый режим и футбол, будут и вещи, которые останутся бесплатными навсегда. Например, режим редактирования, без которого в игре нельзя обойтись, достанется каждому через бесплатную обнову. Еще один интересный тезис – это фраза об отсутствии гандикапа в случае, если между собой сойдутся мобильный геймер и обладатель консоли. Но для полноценного контроля над происходящим представитель разработчиков рекомендует и при игре со смартфона использовать специальный геймпак. Тогда все будут в полностью равных условиях в онлайне. Тем не менее, Кимура подтвердил, что различия в графике все же будут. А проблема качества связи и устранения возможных задержек сейчас является одной из основных, над решением которых идет работа. Рассказал продюсер игры про New Football Game, которая неожиданно появилась в конце июня в виде бета-тестинга. Мнения геймеров тогда разделились и многие говорили, что это просто старая песка для теста онлайн игры. Но Сейтаро подтвердил сейчас, что это уже был eFootball. Но новое название серии на тот момент решили просто не раскрывать. Основной целью появления той беты был действительно тест серверов. Но по словам Кимуры, в Konami также прислушались и к замечаниям по геймплею и графике. На вопрос, как сильно изменится игра, Кимура дал однозначный ответ, что считает eFootball чем-то абсолютно новым и отличающимся от PES. Например, заново был сделан захват движения игроков. Речь идет не о полном обновлении анимации, а о том, что их значительно освежат. Режим MyClub также ожидают серьезные изменения. Среди них и смена названия на другое. Но отмечается, что базовые процессы в нем останутся прежними. Такие как формирование составов, зарабатывание очков и прокачка футболистов. О новых лицензиях журналисты Кимуру так и не разговаривали. Он отбился общими фразами по типу «Ждите, скоро будет официальная информация». Полную кроссплатформенность продюсер пообещал к поздней осени. Ну что же, вот такой порцией новой инфы об игре снабдили нас разработчики. И призывают ждать выставку Gamescom, где обещают новые сюрпризы. Будут ли они приятными, скоро узнаем. Оставайтесь с Киберболом и будьте в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. Всем спасибо за просмотр и до скорого!